всем здорово чуваки я дворник из будущего и вы наверно меня спросите а почему все-таки нахожусь на улице с этой малыхой сегодня мы проведем очень необычный эксперимент у нас как-то был ролик на канале где мы пылесосом пытались поднять различные веса но в этом видеоролике мы со всем этим пылесосом кое-что необычное мне как-то в голову приходила идея знаете вот вы обычно пылесосите пыль грязь какую-то какие-то мелкие не знаю там детальки которые валяются у вас на полу но что если таким пылесосом сосать например огонь или может быть воду лично мне очень интересно я ни разу этого не видел и вот чтобы таким пылесосом что-то такое подобное всасывали да никогда в жизни и кстати этот пылесос у нас стоит всего 2500 рублей мы купили его магазине электроники но на что он способен сейчас мы это узнаем и проверим очень интересно для первого эксперимента нам потребуется бумага и обычная зажигалка мы подожжем вот этот клочок бумажки и после чего мы попытаемся всосать огонь в этот пылесос здесь внутри находится вихревой поток то есть когда воду заходит он начинает здесь крутиться и мне кажется что здесь может образоваться какое-то огненное торнадо если это будет так очень прикольно очень круто что прозрачно вот эта вот штука и мне кажется мы увидим что-то необычное надеюсь вот эту штуку мы снимаем и будем всасывать именно этой трубой так будет больше шансов что мы совсем огонь поджигаем бумажку надеюсь это получится потому что на улице очень сильно дует мне кажется пылесос сегодня точно не выживет ну кто знает знаешь самые дешевые товары они обычно лучше всех выживают сейчас разгорается я как засосу не улетай пах готов готов погнали слушай ну это прикольно было реально ты видел внутри как закруга вот это жестко где здесь выход воздуха здесь вышел такой огромный дым прям густой такой это было реально прикольно слушай я хочу еще раз слушай знаешь что но перед тем как этот давай может с ним посмотрим число там да и попробуем о все еще еще горит о фильтр сожгло смотри ну ладно фильтр принципе не потребуется короче для эксперимента не но это ожидаемо было что фильтр сожжется давай вообще уберем без фильтра сейчас попробуем кстати сделать может даже круче будет а ключи пылик работает он чувствует так включаем нормально выдувает окей о слушай здесь пластик тоже так подплавила нормально чем и короче вот это вытаскиваем все еще тлеет не на слушай таким способом можно тушить огонь получается ну да типа реально если у вас где-то что-то загорелась дома берете пылик просто засасываете это но на самом деле я не знаю лучше не пользуюсь таким способом это непроверенный способ наверняка поэтому не делайте так ни в коем случае это что мы сейчас делаем тоже ни в коем случае не стоит делать не надо мы это делаем исключительно в экспериментальных целях вознакомительных для того чтобы посмотреть что вообще произойдет и научить вас тому чего делать вообще не нужно дубль 2 погнали разжигаем бумажечку аккуратненько пин ветер дует хрен разожжешь еще тяжело как сейчас я отвернусь от вас подождите ветер просто спины дует поглядываешь ты да я говорил со спины дует ура ура гори гори ясно чтобы выпуск получился пылик готов я готов надеюсь после этого воду он будет сосать все готов готов 1 2 3 сейчас уже ничего такого интересного не происходило слушай ну хорошая машина зато была да ну там видно как прям огонь заходит внутрь это прям тепленькая такая трубка стала но внутри сейчас уже как бы видимо то что черное вообще слабенько видно что там находится что происходит я думаю всем и так в принципе понятно что произойдет если еще раз сосать огонь мы увидели дым машину увидели прикольный вихрь из огня внутри подплавили немного фильтр но нам нужно все таки чтобы этот пылесос еще остался в живых для того чтобы мы смогли им сосать воду поэтому давайте переместимся в помещение знаете ли всегда интересно чем отличается дешевый пылесос от более дорогого именно поэтому я хочу вам рассказать сегодня про пылесос под названием red road в 17 давайте его распакуем я покажу что находится внутри и как он выглядит первое это вот такая вот трубка самого пылесоса далее вот такая вот штука о слушайте щетки это видимо какая-то гофр от использовать трудо доступных местах этот пылесос потом вот такая насадка щетка это беспроводной пылесос у него имеется вот такая зарядная станция которая крепится куда-нибудь например на стенку и здесь ставятся аккумулятор для зарядки слушай еще такая миниатюрная какая-то насадка тоже прикольные слушай не щетки выглядит очень круто прям так здесь находятся дополнительные щетки 1 вот такая и одна вот такая это у нас аккумулятор также зарядный блок также еще одна щетка далее еще вот такая вот гофра также есть еще вот такая вот насадка с подсветкой здесь горит вот такая вот линия ну и сам естественно пылесос смотри какая мощь я даже боюсь на него сейчас нажать он за пылесосит камеру у этого пылесоса инновационная конструкция щетки для пола с двойным роликом эти два ролика покрывают вдвое больше площади поверхности они вращаются на встречу друг другу собираем мусор как спереди так и сзади что эффективно при сборе любых видов мусора для того чтобы увеличить мощность очистки на 400 процентов два кольцевых нейрофильтра отфильтровают множество мелких частиц и пыли защищая детей а также людей склонных к аллергии основная насадка red road 18 умеет вращаться на 360 градусов для очистки пола и повышения эффективности уборки поэтому при помощи такой насадки очень легко пылесосить труднодоступных местах ну и как вы могли заметить у этого пылесоса спереди есть подсветка для того чтобы вы могли пылесосить даже в темноте red road 18 имеет высокую мощность сасывания 26500 паскаль но такой пылесос не предназначен для того чтобы пылесосить ковры и влажные полы но сейчас переходим к самому интересному мы сравним дешевый пылесос и дорогой пылесос для начала нам нужно загрязнить пол и устроить такой небольшой краш тест у нас есть чай у него мелкие гранулы я думаю в принципе любой пылесос с ним справится но насколько быстро сейчас узнает учу так авто бещера пущу ну ладно и вот здесь также рассыпем для начала хочется часть дешевого пылесоса у него никаких режимов нет ничего как вы просто включаем и сасываю 1 2 поехали ну в принципе окей да но единственно когда я назад уходил у меня вот эти гранулы смотри они будут сюда просто уходит назад но что насчет дорогого пылесоса сейчас также проверим потому что здесь две щетки и даже когда назад я буду водить пылесос он все равно будет всасывать и забирать то что находится сзади на самом деле круто слушай вот там мусора осталось гораздо больше теперь я хочу усложнить задачу пылесосом и взять что-то покрупнее это чечевица давайте высыпем ее сразу сюда но это прям мне кажется hard уровень мы увидим прям истинную мощь каждого пылесоса может даже вот так сделать чтобы прям видеть что куда уйдет и здесь тоже самое итак я готов пылесосы готовы дичь личная дорожка тоже готова для каждого пылесоса погнали начиная также с дешевого примерно засечем время сколько секунды 3 половина самая короче половина осталось смотри и здесь еще осталось итак переходим более дорогому большая разница да ты заметил я даже двигал быстрее пылесос туда-обратно но разница прямо ощутимая гигантская просто но самое интересное то вот такая вот насадка которая мне понравилась отсоединяю трубку пылесоса и вставляю вот эту эту насадку мы взяли не просто так потому что с помощью нее мы можем пылесосить различные углы и щели например возьмем диван вот так вот здесь есть уголочек такой пыльный раз-два он вообще яркий реально причем светодиодки здесь нет светится где-то здесь внутри этот пылесос имеет цветной дисплей нажатием на кнопку мы его активируем и можем менять различные режимы то есть эко режим самый слабый легкий режим средний медиум и turbo это hard режим когда прям супер какая-то грязь на полу вы можете легко сосать ну а если этот пылесос вам понравился и вы захотели его себе приобрести по ссылочке в описании вы с легкостью можете это сделать но мы пойдем дальше экспериментировать с дешевым пылесосом и так у меня в руках есть контейнер который мы будем наполнять водой и опускать туда как раз таки наш пылесос и посмотреть что же произойдет я очень то говоря не знаю но ни в коем случае не стоит этого делать и повторять потому что с электричеством шутить не стоит это очень опасная вещь у нас есть два графинчика и мы вот так заливаем готова осталось опустить туда включены пылесосы так естественно я не буду его держать в руках это сто процентов поэтому мы сейчас как-то попробуем его сюда опустить и после этого включить по как думаешь что может еще случиться ну не знаю как минимум пылесос помоется ну кстати да от копать и может помоется если он будет после этого работать я буду сильно удивлен ну хотя чего ожидать да вот дешевая техника она обычно работает очень несмотря ни на что поэтому сейчас берем пыли и засасываем вот вот он наш пылесос который уже пахнет жареным он прошел уже огонь воду еще не прошел медные трубы пока что тоже не прошел но надеюсь водой все у него получится если в случае с огнем здесь выходил дым на выхлопе да то что будет водой еще фонтан польется получается поэтому также выбирают эту штуку здесь есть выключатель ставим на вкл вот так вот погружаем пылик вроде держится насколько я знаю здесь вот на меня будет усилиться из еще но я отойду по-любому прикинь мы из него сделаем моющий пылесос и он будет не всасывать пыль а мыть полы они рассосал воду и всю жизнь потом мой у нас есть вот такой вот грузик который мы поставим вот сюда погнали ну возможно будет еще бух-бабах бух-бабах может быть по-любому там электричество вся фигня замкнет а будет прикольно если у нас просто так итак вот он момент x вот он виновник будущего возможно торжества не на самом деле очень страшно это же эксперименты слушай но вот был фонтан на самом деле и он помылся какие говорил да я видел и слушал все еще работает он не по перестала пылесосить пока я не вырубил его короче так как он все еще работает хотя написано сделано в китае должен был вырубить не происходит почему-то как так смотри у него внутри куча воды но все равно пылесосе ладно да еще вторую попытку хочу сделать сейчас мы его нагрузим уже более весомой штукой так есть погружаем но теперь угадайте что мы берем качестве веса шар для боулинга который мы как-то хотели использовать ролики но у нас не получилось мы его использовали в пылесосе как раз таки а ну точно получилось начать погнали сейчас засосем всю воду и сделаем еще один фонтан сушь почему работает и до сих пор удивляюсь а еще говорят не пылесосить и воду не пылесосить и воду а сфигаливающий вот пожалуйста готов готов все понятно его можно использовать короче как этот насос понял выкачивать воду откуда реально прикинь а как так это сушеную завоняло жареным но это вот это копоть отмывается но как это так это и до сих пор не понимаю был уровень воды в два раза выше чем сейчас вот находится вот этот трубка вот эту но меня очень сильно удивило то что не сломался пылесос я думал как здесь будет я считаю что полезный эксперимент в плане того что ну да можно пылесосить воду электричество у вас не вырубится он будет дальше пылесосить как бы получается что так я предлагаю короче сейчас его просто включить ну давай короче сли ему всю воду сейчас он как бы не сухой но влажный все равно трогать я его не хочу поэтому сейчас включим так а кстати засасывает ли он сейчас у нас есть кусочек пакетика сейчас мы проверим залетит он туда или нет он уже все-все-все-все точно могу сказать без фильтров полиэтилен куда нельзя засовывать нельзя определенные еще один факт мы узнали если без фильтра пылесосите ни в коем случае так не стоит делать потому что пылесос у вас горит завонял капец там даже за искрил это видел да по итогу сегодня мы в принципе предполагали что будет если всосать огонь так и случилось был вихрь дым шел и так далее но чтобы с водой этот пылесос продолжал работать если бы не запихнули туда полиэтилен он бы все равно продолжал дальше функционировать и всасывать но без фильтра как мы поняли их не стоит пылесосить ничего так что вот такой вот получился видеоролик если вам понравился и был полезен и интересно ставьте побольше лайков под этим видео подписывайтесь на канал всем пока